Это не просто хлопки. Такие упражнения помогают детям развить чувство ритма. И юные артисты стараются вовсю, чтобы попасть в такт. Перед репетицией спектакля у них, как у настоящих актеров, занятия по сценической речи. Про пять звуки – это одно, а вот как выразить слова движениями? Этому детки-артисты учатся у своего педагога Олега Притко, который с помощью мимики и жестов может показать всю палитру эмоций. Для воспитанников театральной студии «Феникс», которая уже практически год работает при новом театре, созданном семьей Притко, эти занятия пока просто увлекательное путешествие в закулисье. Они репетируют спектакли, играют роли своих любимых героев сказок и стихотворений. И чем дольше ребята находятся в этом удивительном мире театра, тем ярче раскрывается их талант. Она стала звездой не только в кругу нашей семьи, но и среди всех наших друзей и знакомых, и не только. Ждет выступлений, ждет нарядов, ждет всех преображений. Ну, как бы, славу мы любим. Один раз недавно попросили дочку рассказать Биби Го, она сказала, нет, только не в выходной день. В театральной студии «Феникс» занимаются и дети, и взрослые. Но, по словам Олега и Бориса Притко, именно маленькие артисты не боятся показывать свои эмоции. С ними всегда интересно работать и наблюдать, как из обычного, на первый взгляд, ребенка растет настоящий артист. И важно, чтобы детки всегда знали, что они самые лучшие. Скоро у маленьких артистов будет первое выступление, а потому каждая репетиция максимально приближена к реальному спектаклю. Во время прогона оттачиваются все детали, причем не по одному разу, и порой приходится вживаться в совершенно разные роли. И даже к поклону на бис актеры должны быть всегда готовы. Еще раз, пока не явились. И друг себя дружкой. Помните, сюда входим. Пошли, пошли.